Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам еще один день, и мы можем собираться вокруг Слова Божия, чтобы рассуждать над Ним, чтобы наше строение, которое мы строим в тот день, когда Господь будет всякое строение испытывать огнем, чтобы не сгорело что-то, не разрушилось, и чтобы наш труд не оказался напрасным. Мы продолжаем рассуждать над текстом Писания, 1-я глава, 3-я глава, этот текст гласит о том, что никто не может положить другу основания, кроме нами положенного, который Иисус Христос, но каждый смотрит, кто как строит, потому что можно строить из тех материалов, которые не устоят в день испытания, и это здание рухнет. А можно строить на основании, который есть Иисус Христос, из тех материалов, которые устоят в день испытания. Это золото, серебро, драгоценные камни. Именно так апостол Павел разделил стройку и людей, строящих. И что самое опасное? Что-то может обнаружиться, если не читать Слово Божие только тогда, когда придет огонь. Думаю, что если эти люди строили из горучих материалов, если бы вовремя разобрали, что-то не с того строят, то, может быть, можно было бы поменять что-то, можно было бы что-то изменить. Но как раз-то иногда мы делаем дело какое-то, и нам кажется, что это на сто процентов правильно сделано, и Господь будет оценено с положительной стороны. И только в последствии, конечно, по нашей причине, может оказаться, что в это строение были вложены силы, нервы, средства, время, жизнь вся. И Павел говорит, может разрушиться и сгореть. Впрочем, сам спасется. Но знаете что? Это тоже утешение. Это, наверное, не то утешение, которое мы ищем сегодня. Не буду называть, кто это, но я хочу подтвердить, что в жизни тоже так бывает. Некто из братьев, который... Хороший брат с одной стороны. Почему я и хочу, чтобы он хорошим был. Чтобы тень не бросить. Ну, вы знаете, что, по сути дела, навел порядок в своей собственной жизни только уже на смертном одре. Покаялся, поменял что-то. И вы знаете что? Я о нем особо-то и не молился. С одной стороны, то брат, но с другой стороны, ну, ни родством не связан, ни с чем. Хотя, вообще-то, я у него не один раз был, когда в своей армии хотелось, чтобы он немножко поменял свое мнение, поменял свои взгляды, навел порядок. Но он не слушал никого. Ну, думал, что прав и думал, что все хорошо. Когда он уже умер, наверное, прошло недели две или три, и он мне пришнился. И он говорит, брат Николай, я спасен, но в церковь я не вошел. Я, говорит, остался до суда. Во время суда мне будет определено, где я буду жить. Я говорю, ты-то вошел в церковь, а я не вошел. И добавляю, об этом, говорит, не написано, но это есть. Много работал, в свое время был один из ревностных, насколько я знаю, то время. А потом пришло время, где-то уклонился с пути, не сказал, что наставил Господа. Он в воскресенье был в собраниях регулярно. А во всем остальном было не то, что надо, и все сгорело. Говорит, я спасен. Но как мне, говорит, больно, когда я вижу, что я мог бы иметь, и что я имею. И говорит, вот одежды тех, которые в церкви, они, говорят, белые. А наши, если сравнить, они, говорят, зеленоватого цвета. Ну, символический язык. Об этом как можно сказать по-другому? Поэтому вот то, о чем апостол Павел предупредил, оно имеет место в жизни нашей. И время, и испытания были, и перенес многое. А потом в конце жизни раз, говорят, спащен. Но, но, помню второй случай, ну, я уже раз это начал, ну, как раз по теме сегодня. Одна из частер тоже ушла в вечность. Ну, во всяком случае, Бог боясь на нас. С другой стороны, в земле все время было. Ну, как в земле? Земное. Проблемы. То внукам помочь, то детям помочь. И все так идет, 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 идет. Потом, когда умерло, и опять такое смеетельство. Тоже в восьне. Опять такое смеетельство, говорит. Да, говорит, я спасена. Ну, если сравнить спащенных, полную мир, достигших возраста, то, говорит, это надо сравнить человека и корову. Да вот я, говорит, похожа на корову. Вы поняли меня, чтобы вы не соблазнились? Ну, мы сегодня все в сравнении говорим. Нельзя говорить о небесном, языком небесном. Потому что, вообще, глаз не видел, ухо не слышало и на разум не приходит. Поэтому мы пользуемся сравнениями. Вот я могла быть, а сегодня я уподобляюсь корове. Спащенные, но кому-то трудно укладывать, можете это проигнорировать, можете не слушать то, что я говорю. Тем более, что не написано. Хотя, в общем-то, и есть намек. Церковь, девы, подруги и так далее. Но не все так, как мы сегодня думаем. Но это уже как хотите поступить с тем, что я говорил. Но вот на то, на что я читаю, что написано, что можно строить дерево щеной соломы, то ни я, ни вы не можете этого проигнорировать. И то, что может сгореть, Павел говорит так, то еще Павлу не верить, что из которого Дух Спятой оставил для нас это учение, то кому тогда верить надо? То кому тогда верить? Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки сегодня мы еще раз обратили внимание. Уже о дереве, щене и соломе не будем говорить. Но восьмите, Слово Божие, мы уже начали положительную часть этой стройки. Что можно строить на основании Иисуса Христа, как на камне, но уже из тех негоручих материалов, которые никогда не сгорят. И дом, построенный из этих материалов, он устоит. Вы помните, мы в прошлый раз немножко говорили о золоте. Я напоминал о проповедниках, о проповедях, напоминал о характере. Ну, голова его чистая золота, помните, я говорил. Но вообще-то это не ново. Те, которые когда-либо слышал, когда я сочитывал, я говорил на эти темы всегда. Потому что от этого не уйдешь никуда. Это именно то, что в жизни оказывает очень сильное влияние. И на отношения, и на жизнь дальнейшую. И, впрочем, не только на свою личную собственную, но и на потомство еще ложится. Потому что наши пороки, наши грехи, наши характера, они передаются детям. Хотели мы это или не хотели. Такой закон существует. И можно просто не игнорировать его и не попадать под него. Чтобы он был недейственным. Но еще нарушая Слово Божие. Ну, закон не закон. Поставил Господь так, и никуда не денешься. Я напомнил о золотых подножиях. Помните, я говорил. Ноги благовещника, благовестного, что мир. Должны стоять на золотых подножиях. Помните, я говорил, что некоторые проповеди и некоторые пророчества, они совершенно не содержат никакого золота. И нет никакого основания, чтобы назвать их основанным на Слове Божьем. Особенно, знаете, что когда проносят целые тетрадки пророчеств, то 90% ложь. Учение не надо. Учение написано. И не на одну тетрадку, а Евангелие и Библия. Если можно сказать, что сын мой покайщик, у тебя вот то и то. А если лгать учение пророчеств, то, что написано, и то, что еще не написано, знаете, сразу подозрение. И люди сегодня настолько привыкли лгать, настолько привыкли выдавать желаемое за действительное. Я не дам, не попала книга Людмилы Плет. Вы помните, даже у нас ходило тут пророчество, которое якобы где-то в 98-м году, хотя Эрло Штегин был на Украине в 92-м, было сказано на русском языке, там, хляби, хляби небесные, или своды, своды. Эрло говорит, и это предметы, никогда такого пророчества не было. Я говорю, всегда его сопровождало, Эрло Штегина. И он сам говорит, никогда такого пророчества не было. Эта, говорит, подделка никогда не существовала такого. Ни на немецком, ни на русском. Я думаю, ну, насколько потеряли люди страх и совесть, когда пускают то, может, даже с благой целью, чего никогда не было. Они как-то человеческие отвергают, потому что не было такого никогда. И при том, что такое вот продумать, и после пустить куда-то, людям, так сказать, голову замусоривать. Ну, кого-то, кто что-то догадался. Наверное, чтобы было более авторитетно. И поэтому я к чему веду речь. Библия говорит, вот такая стройка, вот когда люди строят таким образом, она никогда ничего доброго не даст. ни людям, которые слушали, ни тем, которые то сочиняли, тем более, чтобы прикрывались Богом, что через Штегина было так и так сказано. Когда этого не было сказано. И поэтому я очень хотел бы, может быть, это не так просто. В некоторых случаях, наверное, это делается непредномеренно. Может быть, кто-то запутался. Но, однако, Господь принимает то, что поставлено на золотых подножиях, на божественной власти, на Его откровении, но ни на какой подделке. Вы помните, как апостол Павел отверг эту подделку? Когда женщина шла за ними и кричала несколько дней. Помните, что она говорила? «Сие человеки есть рабы Бога Всевышнего. Они возвещают нам путь спасения». Ну, что она плохого говорила? Ну, все дело было в том, что это не Бог говорила. В общем, было дело. Что это не Бог говорила. И Павел терпел, терпел. А потом во имя Иисуса пошел вон отсюда. И он тот, что уже вышел. Ну, здесь можно говорить о Павле, который знал, когда это сказать. Знал, когда это просто не бесплодно будет. Это одна сторона. Но другая сторона в чем заключалась? Он не хотел никакой рекламы. Он не хотел, чтобы при нем дьявол шел и помогал ему делать дело Божие. Что имел в виду апостол Павел? Почему он этого не хотел? Библия об этом не говорит. Но можем несколько догадаться. Ну, представьте себе, что она говорит, а кто-то знает, кто через нее говорит. Скажет, Павел принимает одинаковые. Что она, что он из одного куста ягоды. Вы поняли меня? Это вот то, что на поверхности лежит. А другое дело, кто знает, что этот дьявол мог сделать? Хочется, что он мог сказать. Говорят, Павел ничего не говорит, и всем кажется, что Павел, что эта женщина одно и то же. И вдруг она выдает что-то. Как мы сегодня говорим, что нельзя никакие рамки вместить. Павел сказал прямо, зная хитрость лукавого, зная его лукавство, сказал, не надо мне твоей работы, мне тебе как помощника не надо. Если я буду говорить слово, то я должен знать, что мои ноги, как благовещника, которым мир благовествует, стоят на золотом основании. Вы помните, не однажды вы читаете такое слово или информацию о действиях Господа Иисуса Христа, о Его слове. Очень часто напоминается, оно было со властью. Помните? Оно было со властью. Оно не могло человека оставить равнодушным и таким же, каким он был. Оно производило работу. Вот почему сегодня я обращаю внимание на эту деталь, на эту сторону нашей жизни, что все-таки кище мы строим, то хочется строить, чтобы эта стройка была из золота. Чтобы под всем тем, что мы делаем, была поставлена божественная власть. Фундамент это одно, это Иисус Христос. Но в то же самое время на этом фундаменте и власти, что надо иметь, если на этом основании строишь. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я не один раз напоминал, когда люди использовали имя Христа, но власти не имели. И злой дух не побоялся имени. Он сказал, Иисуса я знаю. И Павел известен. А вы кто? Вот взять просто имя, это что, не все. Это что, не то? Ты об Иисусе говоришь, что я знаю, а вот тебя не знаю. Иисуса знаю, Павла знаю. А вы кто? И там была развязка не очень такая хорошая для этих семи сыновей, скевы. Он их просто один семерик избил, и выбежали наги избитые из дома. И поэтому мне очень хочется, чтобы мы вот на эту истину Божию обратили особое внимание. Мы строим. И хотим мы или не хотим, мы живем. Пришли мы однажды на эту землю, плану Божию, естественно. Или Бог усматривал, что мы будем на земле жить. И если мы уже родились, нам обязательно надо будет умирать. Хотим мы или не хотим, это от нас не зависит совершенно. Мы будем умирать. Потому что однажды Бог сказал человеку положено однажды умереть. А в самом начале сказал то, что согрешили смерть умереть. Все. И знаем, что есть две вечности. Это тоже от нас совершенно не зависит. Не мы эти вечности создавали, не мы туда людей отправляем, но хотим или не хотим, мы идем. кто-то десять лет уже идет, кто-то двадцать, кто-то сорок, кто-то восемьдесят, и мы идем туда, время влечет нас туда. Мы временные. Оно как небо захватило всех жителей земли и тащит берегам вечности. А там Библия говорит, разбор будет. Вытащит на берег вечности все человечество, а дальше ангелы изыдут и разделят. Направо и налево, направо и налево, направо и налево. Это не от нас зависит. Будет такой разбор, будет такая расстановка, а уже где мы будем, направо или налево, это уже и от нас зависит. А умирать, сортировать нас будут, мы ничего не сделаем. никуда не убежим, никуда не спрячемся, ничего не поменяем. Это не от нас зависит. И потому нам хочется все-таки раз так пройти в святую вешенность, правда? И мы строим или устраиваем себя для вешенности святой, или устраиваем себя для вечности без Бога, для святой вечности освобождаемся от грехов, для вечности с дьяволом дополняем мир беззакония, и не можем по-другому или одно, или другое. Вы понимаете, вот неизбежность вот эту, эту судьбу человечества, пришли на землю, и все, или готовлю себя к аду, или готовлю себя к раю, или готовлю себя с дьяволом жить, или готовлю себя жить с Господом, все, среднего не дано, нету такого, и поэтому хотим мы или не хотим, а приходится думать, мы помните, один салом поем, мы его не часто поем, но одну только строчку выбирай, милый друг, выбирай, есть две вечности, ад или рай, выбирай, и вы знаете, что, к сожалению, множество людей выберут, но выберут ад, потому что туда проще попасть, ничего не делай, греши, и в ад попадешь, а вот Господу в рай надо что-то сделать, надо чего-то отказаться, и отказаться от чего? от плохого, не от хорошего, от плохого, и смотрите, вот настолько у человека порожная натура, настолько порабощен грехом, от доброго, скорее отказывается, от плохого, который ему вредит, который жизнь портит на земле, который готовит к аду, не хочет отказаться, не хочет, и поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это золото, из которого надо строить. И что печально, что даже в деле Божьем, устрояя свой храм, устрояя церковь, можно пользоваться незаконными методами, можно пользоваться не тем инструментом, чем надо, и не теми материалом. Кажется, ну уже в деле Божьем, ну как? А Павел говорит, многие проповедуют Христа из-за чего? Из-за любопрения. Ну, представьте себе, вот, насколько грех проникает во все сферы жизни. Христа проповедуют по зависти и любопрению. Ну, отнимать богатство по зависти. Ну, обогащаться по зависти. Ну, Христа проповедуют по зависти. Ну, Павел так написал. По зависти, любопрению, нечисто проповедуют, думая, увеличить тяжесть усть моих. Хотя, Павел говорил, но я не расстраиваюсь. Это уже их проблема. Ну, как бы Христа не проповедовали, я радовался, радоваться буду. Потому что о Христе говорят, а людям какая польза этого? Абсолютно никакой. Да, мало того, абсолютно никакой. Да и что, наверное, надо глубже посмотреть проблему. Представим, Господь скажет, это ты строил церковь на меня, я уже никого не указываю, я самый худший. Это ты строил церковь из зависти, из гордости, да мне надо было. Зачем мне это надо было? Говорил, говорил, а ни до кого не доходило. Ты просто время отнимал у людей, ты их обворовал, вы понимаете, что получается? И придется отвечать. Потому что делал, но ничем мотивы были, а раз ничем мотивы, Господь никогда не бывает обманутым. Он никогда не бывает в заблуждении. Его словами нельзя обмануть, он в сердце видит. Если говорит, нет, слово на языке, ты уже знаешь его совершенно. Что значит совершенно? Ты знаешь звук какой, и ты знаешь подоплеку, что в нем скрывалось? Или это было истинно, или это ложь была, то, что говорил? Он совершенно знает все. Поэтому я бы сегодня почему-то очень много внимания уделяю этому старому материалу, но я понимаю, почему, потому что все это, наверное, есть. Если не у большой мира, если не у больших количеств, кто-то не осуждает никого, потому что не знаю даже кого, кто-то однажды дал такое свидетельство, выходит за каждую молиться, Господи, прошу тебя, не постыди меня, дай мне слово. Рыж не шла, там, Господи, накорми людей, мне без разницы, как я скажу, красиво это будет, или это будет обильно, или это будет пару слов, я хочу сказать, чтобы дошло до людей, чтобы они поменялись, так не в этом жила проблема, Господи, благослови, чтобы мне не стыдно было после сойти оттуда, но может быть по немощи, Бог и на такое может быть поет, может быть, но корни самом, это же ничем мотивы, правильно, я тоже не хочу занимать время, тоже, если хочу сказать, хочу сказать основательно, но не дай Бог, чтобы только была главная цель, как бы мне себя в глазах не уронить у людей, это уже беда, это уже проблема, если мое служение заключается только в том, чтобы хотя бы поддержать тот авторитет, который есть, это уже ненормально, это уже ненормально, и Библия напоминает одну такую истину, что домогаться славы не есть уже слава, помните это место писания, знаете, что, если мы будем служить Богу искренне, и Бог будет действовать через нас, то не обойдется без этой славы, не обойдется без авторитета, это не искание его, это просто присутствие Бога в жизни, и все, я никогда не хотел бы что-то щепет приписать, если кто-то приписал, поэтому мы просто должны очень внимательно наблюдать за своим служением, за своей жизнью, чтобы когда-то не пришлось пожинать то, что посеял, а жать придется дерево, щену, солому, то, что сгорело, поэтому я бы очень хотел, я немножко, наверное, поеду дальше вперед, я уже о золоте говорить не буду, а впрочем есть еще один текст, на который я хочу обратить внимание, что-таки о золоте, это не будет новым, это будет напоминанием, но тем не менее это очень важно, песни песней Соломона, 5 глава, 14 стих, руки его, это руки жениха, речь идет о Соломоне, но под Соломоном мы понимаем Иисус Христос, потому что Христос и церковь невеста, там тоже Соломон и сын мира, и сын Давидова, Христос сын Давидова помилуй меня, помните? Иисус было имя нароченное еще когда его не было на земле, Соломона Бог назвал и едите возлюбленным Богом, и тоже имя Соломона ему будет тоже прежде еще зачатие его, это еще та параллель, которая указывает, что это прообраз, это прообраз Христа. И здесь написано, какие руки у Христа или у Соломона невеста хотела видеть, или мы хотим видеть в нашей жизни, то есть руки, которые с нами соприкасаются, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, ну, живот его из ванни сановой кости обложены сапфирами, я в этом говорить не буду, я касаюсь только золота. смотрите, золотые кругляки. Когда вы выбираете себе какого-то мастера и хотите, чтобы вам какое-то дело сделал, вы ищете человека, который имеет авторитет, правда? Вам не хочется, чтобы кто-то сделал дело, и лишь бы как сделал. И все знают сегодня специалистов своего уровня, им приемлемых. Вы понимаете, о чем я говорю? И обычно таких люди говорят золотые руки, правда? У этого человека золотые руки. Если он что-то сделает, за ним поправлять нечего уже. То есть в тех пределах, в том деле, который он делает, он делает совершенно. но в определенных пределах, вы же понимаете. Если Бог делал, то, наверное, все более совершенным делал, лучше мы. А человеческие мы знаем предел совершенства какого-то, хотя о западах написано запад безмерно обширно. И мы ищем золотые руки. Но в жизни нашей не всегда руки, которые мы видим золотые по своему характеру, по своему отношению к нам, по своему отношению к людям бывают круглыми. Что такое круглое? Это в любом месте преклонись, и ты найдешь покой и опору, но не поранишься. Вы когда-нибудь прислонялись к углу острому? С одной стороны, вы не упали, но с другой, на спине умятина была, правда? Или на боку где-то. С одной стороны, опора, но она не была круглая, она была рыбристая. Она была, ну, добавьте сами. Дайте полет своей фантазии, вспомните, что когда где-то было, кому вы обращались, как с вами поступали, вы можете сказать, это были круглые руки, или не совсем круглые, а вот круглые, с любой стороны подойди, там нет острых углов, там можно опереться, и ты не будешь иметь боли, ты не будешь иметь ран. И вот Библия говорит, золотые кругляки. Я бы хотел бы, чтобы у меня были золотые руки. Я бы хотел, чтобы у всех вас были золотые руки. Нам тогда легче было двигаться по земле, как одной семье. сколько раз вы получали огорчение от своих друзей. Может быть, когда-то вы сами были виноваты. Иногда у нас взгляд такой интересный бывает. Я помню когда-то только брата помню того, но уже не помню, что было. Это было очень давно. И как-то получилось так, что он огорчился на меня. И я это увидел. Он стал говорить кругом, что что-то вот так и так. Но искренне говорю, что не помню, в чем было дело. Я стал молиться. И Бог говорит, перестань плакать. Он принял свою швинью за твоего волка. Поняли меня? Он свою швинью принял за твоего волка. Хотя у меня не было такого волка. У него взгляд был такой. Очень было бы хорошо, если я помнил, в чем было дело. Но не помню. Не помню, в чем было дело. Для меня это было настолько интересно и важно. Не с той точки зрения, что вроде бы Бог меня поддержил. Не в этом было дело. Но я просто увидел, как иногда дьявол может рисовать картины мне о ком-то и выдавать, что во мне злое, что ему принадлежит, и он такой злой. Ну, еще так простенько сказать вот эти вещи. Поэтому, когда я веду речь именно о золотых кругляках, то я имею в виду, когда все тут чисто. Когда действительно я подошел и ко мне обратились не так, как надо. Я здесь не имею в виду, что у меня предвзятое мнение. Я иду к человеку и заранее готовлюсь к тому, что он мне будет делать зло, и кто бы он не сказал, я тут понимаю, как отрицательное. Я имею виду искренность с одной стороны и с другой стороны. Вот мы здесь в Священное Писание очень хорошо говорит на эту тему. Какие у нас должны быть руки в отношении друг к другу? Руки его золотые кругляки, усаженные тапазами. Я забегу немножко наперед, и я скажу, что Симеон, символ этого колена, тапаз, камень тапаз. Я хочу говорить о камнях, я скажу, откуда я это взял. А само слово Симеон переводится слух, слышание, неслушание, слушание и слышание, они очень похожи по звучанию слова, но содержание разное. Слушаю или послушался, или означает, что услышал и сделал то, что хотели. А слышание, я слышал, но я думаю, поступать так или не поступать. Так вот, тапазами руки украшены. Симеон соответствует тапазу. Значит, слышание. Вы знаете, как важно, я поясню то, что я имею ввиду. У нас иметь возможность, желание и способность слышать друг друга. Это очень важно. Не всегда слушать, но слышать обязательно. мы не всегда можем делать то, что нас просят. Иногда нас просят делать такие вещи, которые мы просто-напросто не можем делать. И наставание Слова Божия. С другой стороны, вполне возможно, мы просто-напросто не способны это делать так, как надо для человека. Но слышать очень важно. слышать, я думаю, если бы мужья и жены в их отношениях мужья слышали, что хотят жены, это не значит делать то, что они хотят, но хотя бы слышать. Наверное, было бы гораздо меньше конфликта, огорчений, чем сегодня есть в нашей жизни. Вы слушал, слышал, что ты сказала, но вот я не могу сделать потому, 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 потому. Вот ты мне хочешь, чтобы я сделал так, но я люблю �ual, слышал, поэтому я не могу это сделать, поэтому, поэтому, поэтому. Слышал. У нас как часто бывает, не твоё дело. Ты делай свое, а я делаю свое. Бывает так, правда? Может Вот иногда и так надо сказать, но есть, наверное, такие сферы, которые и так надо сказать, но есть некоторый уровень, где так нельзя сказать, и делать нельзя, ну и не слушать, и не слышать нельзя. Вы поняли, о чем я веду речь? Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами, украшенные топазами, слышанием. Это сегодня очень важно, поговорить с человеком, услышать его. Я не раз прошу пример. Я сам не медик, не врач, но я просто иногда слышу, что люди говорят. Медики тоже разные квалификации. Один глянул на человека, и, наверное, процентом на 90 без расспроса может поставить диагноз. Другой может поговорить полчаса и не поставить ничего. Но что больные говорят? Они по-своему расценивают квалификацию. Вот этот вот хороший врач, он со мной поговорил, он расспросил, а этот вот пошел, глянул, написал, что-то я отправил. Вот это плохой врач. А вообще-то на самом деле это далеко не так. Он не расспросил, потому что он увидел сразу и понял. А этому надо было расспросить. И так далее, и так далее. Вы поняли, о чем я веду речь? О, что значит поговорить с человеком, выслушать? Он понимает, что, ну, значит, хотят его выслушать. Хотя, правда, есть другой порог такой. Есть люди, которые только хотят, чтобы их выслушали, но они сами никогда не хотят сами послушать что-нибудь. Это вторая сторона. Это вторая отрицательная сторона. Они 20 раз будут проситься, поговорить, но чтобы только их выслушали. Это будет час, полтора. А когда вы начнете им говорить, они вас бы стоят в футболе. Вы просто не нужны. Им просто надо выслушать. Поэтому я хотел бы и, наверное, наверное, все-таки, это тоже своего рода дар выслушать человека до конца, правда? Ну, не просто иногда выслушать человека. Но Библия говорит, вот как раз то, частью золотой работы, работы, которую Бог оценивает как золото. Вот являются золотые короляки, усаженные топазами, этим драгоценным камнем, слух, слышание, шимеон. Я, наверное, буду говорить после о этих драгоценных камнях. Это довольно-таки сложная тема. С одной стороны, интересная, но с другой стороны, и тяжелая. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в нашей жизни могли понять, где то золото находится. Что за золото? Чтобы строить из этого. Чтобы в конце концов не сгорело в конце испытания то, на чем мы трудили, силы положили, здоровье, время потеряли. И оно не принесло пользы никакой. Следующее, на что я обращу внимание. Я здесь даже читать не буду, просто я вспомню. И что серебро есть. И я уже не буду говорить, что в Священном Писании вы найдете массу текстов, которые говорят о том, что это Слово Божие серебро. Слово Божие серебро. Я возьму одно серебро, о котором упоминается только один раз. Во всяком случае, я нашел только одно такое место Писания. Это будет 12 глава Екклесиаста. И кажется, 6 стих, это последняя глава, где написано, как постепенно разрушается тело человека. Вы помните, начинает. И помни, Создатели твои, где юность твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили, когда ты говоришь, нет мне удовольствия у них, и так дальше, и так дальше. Там о глазах, о бушах. И кажется, 6 стих, если я хорошо помню, он начинается так. Доколе не порвалась черебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не обрушилось колесо над колодезем, и так далее, и так далее. Вот это один текст Писания, в котором время, или швед, в котором мы живем, назван черебром. Это дневной швед. Вы знаете, что мы говорим, швед белый у нас, правда? Белый швед, но он не такой белый, как лист бумаги, но он белый. Но он белый. И вы помните, 17 главу Евангелия от Матфея, когда Иисус преобразился, и написано, одежды его сделались блистающими, как швед. В Евангелии от Марка написано, как шнег, как белищик не может выбелить. А в Евангелии от Матфея белый, как швед. Вы знаете, швед состоит... Это сложная структура шведа, правда? Вот наш белый швед состоит из семи цветов основных. И когда они накладываются один на один, то образуют вот этот швед, который мы еще не видим, которым мы живем. Вы помните, когда в школе вам рассказывали, то проломляли этот швед, вы видели радугу. Вот через приборы, через стекло, расщепляли дневной швед и показывали вам, что он состоит из семи цветов, которые наложены один на другой. Ну, вы вот узнаете, что когда смешивается один цвет с другим, образуется третий. Вы смешаете синий цвет с желтым, и получится зеленый, правда? То есть один цвет с другим, получается третий цвет. Есть семь основных цветов. То вы знаете что, друзья? Вот когда наше время обрывается, в котором мы живем как во свете, это говорит о днях нашей жизни, которые заполнены этим светом. Золотая цепочка. Серебряная цепочка. Золотая повязка. День за день, день за день, день за день. И по себе разорвалась эта серебряная цепочка. Все. Человек пошел, тело во мрак пошло. Мы люди же понимали, что пошел, значит умер, значит во мрак пошел. А вот чем на ту. Вы знаете, о чем здесь идет речь? Как хотелось бы. Если мы хотим строить и из серебра, чтобы наша стройка была основана на Слове Божьем. На том свете, в котором мы сегодня хоть в сложном свете. Семь цветов. Покажите вашей вере. Помните, что, как из-за перечень. Покажите вашей вере добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестие. В благочестие братолюбие. А в братолюбии что? Любовь. Это и есть полнота. Это и есть ответ. Всем. Всем. Друзья мои. Если в нашей жизни время, в котором мы живем, будет заполнено. Будем жить в этом свете, в котором мы еще не ходим день и ночь чередуются. Это будет та стройка, которая принесет нам благословение для нас лично самих. И которая будет угодна Господу. Представьте иди еще раз об этом свете, который заполняет наше время. Ведь время можно и во тьме провести, правда? Швет. Шеребро. Время. Время. Оно взаимно связано. Покуда не разорвалась шеребраная цепочка. И повязка золотая. Повязка золотая власть Божия. Он разрывает эту повязку. Когда Дух. Помните, там дальше написано. Дух возвращается к Богу. Второй человек в Писании говорит. Человек не властен над Духом, чтобы удержать его. Он хотел бы его удержать. Вишь. Но приходит время. Все. Эту золотую повязку разрывает Господь и забирает Дух. И Он отправляется или в одно место, или в другое. Очень хотелось бы, чтобы в нашей жизни вот это черебро, вот этот цвет небесный, который ассоциируется еще и со Словом Божиим. А если уже дальше, то с характером нашим по Слову Божию. Ведь для чего мы это Слово Божие читаем? Чтобы мы могли понять, какой у нас должен быть характер. Какой должен быть характер? Начинайте читать с 5 главы Евангелия от Матфея. Какой должен быть христианин? И вы, и я увидим, как мы еще все-таки далеки бываем от христианства. А ведь Библия говорит, это малейшие заповеди. Вы помните? Это не самые большие заповеди. Несколько глав. Начинаете это с 5 по 8. Как должно быть? Блаженной милости. Помните? Эти заповеди блаженства и так далее. И там дальше написано. Есть те, кто нарушит. Одну из всех малейших заповедей. Тот малейшим нарешется в Царстве Небесном. Царстве Небесном, но малейшим. Царстве Небесном, но малейшим. Это как раз соответствует той теме, которую я веду сегодня. Царстве Небесном, но малейшим. Поэтому мне очень хотелось бы... Я понимаю, что... Одно дело мечтать. Одно дело хотеть. А другое дело жить. Между теми понятиями жить и мечтать хотеть. Расстояние большое. Но! Если мы это понимаем. И если мы желаем так. То помните, что Павел сказал о себе? О сегодня мы можем сказать. Все могу. Все могу. Укрепляющим меня. Господи Иисусе Христе. Нам сегодня... Это очень трудно бывает уместить. Но я не думаю, что Господь дал нам такие заповеди, сознательно зная, напереду, что мы не можем уместить. То, что без Него не можем уместить, однозначно. Без меня не можете делать ничего. А со мной все могу. Укрепляющий меня, Господи Иисусе Христе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вот этот Негоручий материал, он очень важный, чтобы он использовался в нашей стройке, в наших постройках, в нашей жизни. Чтобы нам, по счастью, не терпеть духовной катастрофы. Потому что сказать, что мы не знали, вы знаете, что, наверное, никто не скажет, что не знаю или не знал. Все мы читали. И ни одну проповедь слышали. Другое дело, что не исполняли, но это уже не говорит о том, что не знали. И если бы мы хотя бы молились о том, чтобы исполнить то, что мы знаем, наверное, гораздо более высокий духовный уровень был у каждого из нас, чем он есть сегодня на самом деле. Я уже не говорю о том, что не знаем. Я говорю о том, что знаем. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы имели это благословение от Господа. Чтобы мы этим серебром могли пользоваться Словом Божиим, которое освещает все вопросы нашего бытия, нашей духовной жизни. Я буду переходить к драгоценным камням. Когда-то я готовил отдельную тему. Правда, она была настолько обширна, что я ее практически и не говорил нигде. И она более подходит именно к теме для разбора. Слишком много написано о драгоценных камнях. Ну, что слишком много? Я не веду, что Бог лишнего написал сюда. Но для разума много. Для разума много. И не так-то просто. И, наверное, вы все согласитесь. Мы говорили о характере, о методах, об отношениях. Но когда мы ведем речь о драгоценных камнях, апостол Петр сказал, «И сами, как драгоценные камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы проносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То все-таки самой большой ценностью оказываются люди. Спащенные Господом люди. А мы-то и Его кровью. И Он их называет драгоценными камнями. Вы меня хорошо поняли? Оказывается, вот эта часть, драгоценные камни, она может стать основной частью вот этой темпы. Речь будет идти о нас. О наших характерах. О нашем отношении друг к другу. О том, что Бог делает с этими драгоценными камнями. Вы знаете, что я хочу сначала сказать? А я понимаю, когда люди находят драгоценный камень где-то в горах, где-то в недрах земли, то это уже для них великая радость, это большое приобретение. Человек нашел драгоценный камень. Но никогда. Этот драгоценный камень в таком виде, в каком он есть в земле, не может быть украшением. Его надо обработать. Его надо подогнать под гнездо определенное. Ему надо назначить им место. Его надо поставить на определенный уровень. И только тогда полная красота откроется. И ценность этого камня. Вы хорошо поняли, что я сказал? Сегодня мы привыкли думать как? Если Господь меня спас и оправдал, то все, я ценность для Бога. Это правда ценность. Но над этой ценностью и ювелири должны хорошо поработать. Придать блеск. Дать огранку определенную. Определить, где лучше смотреться будет этот камень. Вы хорошо понимаете, что камень, камень. Но у каждого есть свое место. И там, где алмаз, там не поставишь сафир или карбункул. И там, где надо зеленый цвет, там не поставишь красный. Иначе ты просто-напросто всю гармонию разрушишь. И поэтому, когда апостол Павел Скотч напомнил о том, что из драгоценных камней, то он настолько задел глубоко определенную чем, определенное направление, что просто-напросто нельзя становиться краткосрочно на этом являетесь. Потому что мы драгоценные камни. Но то, что я драгоценный камень, я не должен думать, что до мной работы никакой не надо уже делать. И я не могу себе хвалиться собой, что я драгоценный камень. Без обработки, без определенного места этот камень ничего не украшит. Его можно выбросить, как любой камень. Ну-ка, он попадает в руки художника, в руки того человека, который натискал, который знает, что с него можно сделать. Он делает с него то, что надо, и он является украшением. Поэтому я напомню, что я напомню, пожалуй, то, что я цитировал. Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Итак, отложившим всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение. Ибо вы укусили, как благ Господь, приступая к Нему, камню живому. Ну, смотрите, Иисус Христос сравнивается тоже с камнем, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Смотрите, какое полярное мнение у Бога и у людей было относительно Иисуса Христа. Бог видел в нем драгоценный камень, люди видели камень, который никому не нужен, который не просто можно было обойти, не обращать на него внимания, но его надо было разбить, его надо было убрать, его надо было уничтожить. Вот смотрите, какая разница между взглядом нашим на людей и взглядом Божиим на людей. Мы тоже так часто видим, правда? Во-первых, мы часто всего не видим в человеке, доброго не видим. Второе, если на Христе соблазнялись, а вы помните, там не на чем было соблазняться, но люди соблазнялись, то тем более соблазняются на нас. В одних случаях мы это заслужили, в других случаях нет. И люди это тоже видят. И если не смотреть взглядом Божиим на людей, то во многих людях, где Бог видит нечто доброе, мы будем видеть ничего доброго, не будем видеть, и видеть только плохое. Но это будет обманчивое зрение. Вот Бог на Христе показал, а как люди смотрели на Христа, и как Бог смотрел. Человеками отверженным, а Богом избранному драгоценным. И дальше. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы проносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, чего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Смотрите. Мы хорошо знаем, к кому относятся слова, я полагаю, восставай на чего не камень. Это Иисус Христос. Он драгоценный. Но мало того, что он драгоценный, он еще краеугольный. По нему углы все делаются. Камень краеугольный, это особый камень. Это особый по прочности камень. И особые по отделке, и по точности. Возьмите вы, заложите фундамент неправильно, с косыми углами, начните строить, ваше строение развалится. Есть надо точность. Ватерпасс. Я помню, когда у нас дома обкладывали дом. Хорошие специалисты были. Но быстро-быстро ложили. Но каждый ряд он проверял по уровню, по ватерпассу. Я его делал, как другие ложат. Он положит 6-7 рядов. И тогда меряет. А это каждый. Они хорошо понимали, что точность, вот именно отвес, горизонтальность, оно должно соблюдаться. Иначе впоследствии будет катастрофа большая. И уже теперь, вот только прочитали один текст, и мы нашли, какие камни бывают? Избранные, драгоценные, краеугольные, живой. И каждую сторону камня, если мы хотим строить правильно, надо рассмотреть. Потому что мы сами положим какое-то строение. первый камень это Иисус Христос. Ну и что есть камень, который первый заложен из человека? Ты, Петр, камень, и на чем камень я что сделаю? Хотя трактовка разная бывает. Трактовка говорит, не к Петру относится, к Иисусу Христу. Не важно. Но я, когда мы будем идти по этой теме, мы доберемся до одного текста Писания, когда Бог говорил на то, что люди перестали слушаться Его, отвергли Слово Божие, что Он сказал так, что говорит, из этого народа не возьмут больше краеугольного камня. Потому что их просто не будет. Откуда они будут? Если эти люди Слово Божие нарушили, произвели, откуда будет краеугольный камень? А краеугольный камень это камень, который точно изготовлен. По высшей степени точности. Вы скажете, ну, зачем нам? От пастора тоже много зависит. А Вы знаете, что от пастора много зависит. Если пастор много молится, он ищенов церкви учит много молиться. Если пастор хорошо проповедует, тянутся за ним проповедовать. Если он хорошо поет, тянутся петь. У него приоритеты свои есть. Вы, наверное, наблюдали в одной церкви. Одни церкви славятся хорами, правда? Другие славятся проповедниками. Третье славятся чем? Молитвенниками. И это во многом зависит от того, как пастор ведет работу. Вы скажете, мы не пасторя. Но хотели бы или не хотели, и я в том тишине, мы в своих домах и в своих семьях являемся этими камнями. И еще неправильно обчесаны. Вы знаете, такое выражение, это неотчесанный человек. Слышали такое? Вы знаете, что назначает неотчесанный? Это грубиян, бескультурный. Это человек, который сначала говорит, а потом думает. Сначала делает, потом решает. Какой неотчесанный человек? В такой семье никогда отчесанные дети не будут. Вы поняли, что я говорю? Потому что каждый из нас, как член семьи, уложится в какое-то основание. Пусть это не церковное, но это семейное. И по тому отвесу, по которому живут родители, они учат так жить детей. Попробуйте, навещу парадок в церкви. Вы знаете, с детьми, кто первый будет поступать? Родители. Дети бунтуют первые, а родители вторые. Они камни. Но у них свой ватерпас, у них свой уровень, у них свой глаз. И они хотят, чтобы в церкви было так, как в их семье. Об этом не говорят. Мы не такие глупые, чтобы говорить такие вещи, но мы так делаем. Вот пусть будет так, как мы ищем не заведено. И мои дети, мужья, жены, они будут ходить так, как нам хочется. Вы меня понимаете, в чем я веду речь? Камень, это такой камень, такой уровень, такой угол. И так он и строится. А как иначе, иначе быть не может? Попробуйте переделать в таком случае что-то. Очень трудно переделать. А все потому камни. И часто говорим так, я часто слышу, а что ты думаешь, из-за этого увешенность не попадет? кто его знает? Я не говорю, что не попадет. Но если бы я стоял, то наверное не пустил бы. Стал бы, сказал бы, себе тут места нету. Ну, там Христос будет стоять с ангелами. Это своя сторона. Но другая сторона. Все-таки Слово Божие есть. Слово Божие. И вот все наши вклонения, чего они сначала в разуме, потом в нашем понимании, они вырос в катастрофы. И придется менять, когда уже наслоения пошли, когда стройка неправильная. Попробуйте построить дом до кривизны, когда его тут рушатся, а после начнете разбирать его. Да наверное никто не полезет такой дом разбирать. Я еще недостоль наушу скажу, зачем я жить хочу? Ты строил, ты разбирай. Я знаю, когда-то один колодец, ну, колодец это не дом. Вы знаете, надо тоже правильно трубу копать. И когда копали, копали, поглядели, что у них идут трубы, и позвали специалистов, говорят, ты полезь туда, я скажу, ой, я туда не полезу, я жить хочу. Вы уже настроили так, что стоит копануть и обрушиться, то лезь сам. А я тут здесь причем? Вы знаете, о чем я веду речь? Здесь есть уклонение от истины Божьей, то если Бог наблюдает за нами для спасения, а все эти отклонения могут прийти к катастрофе когда-то в жизни, то лучше исправить в начале, чем последствия разбирать сделанное и заново строить время потерянное. и вообще уже в зрелом возрасте вы знаете, что и дается трудней. Я ни о ком говорить не буду, о себе. Когда был мальчиком, я очень быстро все схватывал и повторить движение, и что-то запомнить. Но уже когда стало 20 лет, уже как дул, голова ты стал. Мне показывают, а я не могу повторить точно. хотя лет 10 назад мне проблем никаких не было. Что-то уже утвердилось, что-то уже заскоружло, как мы по-белорусски говорим. И попробуй поверни, попробуй и сделай последствия. Поэтому очень важно, я уже немножко чуть-чуть перепрыгнулся за эти темы, но я говорю, что тема в этих камнях это непростая тема. И если уже Господь сравнил строение церкви со зданием, которое строится, а людей с камнями, то надо хорошо разглядеть эти камни. Как он их чешет, как он их носит, как он ими ценит, и кто есть кто. Поэтому я напоминаю одну такую истину. Вы все знаете, что первый древний народ, народ израильский, он произошел от 12 колен Якова. 12 сыновей. Это были родоначальники всего-то великого народа. Рувим, Шимеон, Левий, Иуда, Дандли, Фалим, Гат, Ашир и Сахар, Завулон, Иосиф, Вениамин, и так далее. Там кто-то заменялся кем-то, но все до 12 оставалось. И Библия их называет тоже камнями. И Бог присвоил каждому колену или каждому первому сыну Якова драгоценный камень свой. Скажи, как это узнать? Я сначала прочитаю несколько текстов. Книга Исход, 28 глава, 9-10 стих. И возьми два камня Аникса, Аникса камень зеленого цвета, и выразь на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Поэтому, если мы установим порядок рождения их, а по Библии это можно легко и просто сделать, просто надо посидеть по порядку, перелистать пару глав, и дальше он говорит И через ришчика на камне, которые выразивают в печати, выразь на двух камнях имена сынов Израилевых. Тоже по порядку написано. Читаю полностью этот текст. На одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через ришчика на камне, которые выразивают в печати, выразь на двух камнях имена сынов Израилевых. и встав их в золотые гнезда, и положи два камнящие на нарамнике Ефода. Эти камни на память сынам Израилю. И вот Арон носить имена их перед Господом на обоих временах своих для памяти на плечах. Камень Аникс. Он принадлежит сыну, принадлежит Иосифу. Вот значит, Иосиф является пропозом Иисуса Христа. И сегодня все мы знаем, что на дланях Господа, Рестом, там на Голгофе, были выразены все имена наши. Вы же понимаете, я символическим языком говорю. Вы же не поймете буквально в смысле слова, что кто-то взял руки Христа и имена выразил. Но камень на них относится к Богу. Вы найдете другие места Писания, и потом мы сегодня должны благодарить Бога, что вот этот драгоценный камень, который есть и Иисус Христос, Он взял нас на Себя и носит постоянно. И вставил в золотые гнезда. Божественная власть. Это власть любви. Вы помните, как Священное Писание говорит о том, чем влечет нас Господь к тебе? Узами человеческими я влюбил их. Узами любви. Я был для них, как подкладывающий ласковую пищу для них. И вот этими узами любви в сердце Господа как раз и мы написаны и положены. Следующая книга «Исход» 25. «Камень, они камни вставные». Первая для Ефода и для наперсника. Читаю книгу «Исход». Очень интересный текст. 28 глава. 15-21 стихи. «Сделай наперсник судный искусственной работы. Сделай его такой же работой, как Ефод. Из золота. Из голубой, пурпурной и черленой шерсти. Из крученого весона сделай его. Он должен быть четырехугольный. Двойной. В пятень длинной. И в пятень ширной. И встав в него оправленные камнем четыре ряда. И это опять по порядку рождения сынов Израильевых. Четыре ряда по порядку рождения. Рядом рубин, тапаз и изумруд. Это один ряд. Рубин, тапаз и изумруд. Рубин принадлежит Рувиму. Тапаз принадлежит Шимеону. Я сегодня уже это говорил. А Левию принадлежит изумруд или Смарагд. Это по порядку. Может быть сегодня эти камни ничего не говорят. Но когда мы дальше будем рассуждать над каждым. То мы можем увидеть. Именно вот ту драгоценность, которую Бог видел в этих камнях. Ну, следующий. Второй ряд. Карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд. Яхант, агат и аметист. Четвертый ряд. Хрисолит, аникс и ящпис. Для интереса. Записывать, конечно, не будете. Запомнить тоже не запомните. Но я все равно прочитаю. Чтобы вы сами. Ну, если хотите, кассету можете взять. Должен вам сказать, чтобы вы знали хорошо. Если будете покупать кассеты, то деньги мне не идут. Чтобы вы не знали, что я обогащаюсь. А брату они закупают кассеты на них. Опять делают новые. И опять пускают их в дело. Так что можете смело посесться взять. Не будете переживать, что меня обогатили. Когда мне надо было, я чем-то кассетство их купил. Заплатил, что положено. Еще он ничего это слушает. Поэтому, если вам будет интересно, можете их купить у него. Но я читаю. Рубиму соответствует рубин. Чимеону топаз. Леви изумруд или сморак. Иудик карбункул. Кстати, карбункул красного цвета. От Иуды произошел мещия, который был распят на Голгостном крыше. Очень интересный все совпад. Года и исследования было очень интересно. Вот настолько точно все. Настолько все отражает вот саму эту истину спасения. Вы знаете, что яспис тоже относится к Богу. В Вене им переводится сын правой руки. Опять указывает на Иисуса Христа. И вот очень интересные вещи. Вот эти все камни в станы становились. Но первое, на что я обращу внимание. Значит, левий, стан левия стоял в центре. Его окружали все остальные станы. Соответственно, вот изумруд. Вы знаете, что левий, это было колено священников. И Бог от самого начала. Они должны были носить ковчег с завета Господня. Он их поставил в центре. Все остальные станы, они окружали кругом этот стан. И все остальные удары, ну вернее, не остальные удары, а удары врагу, они должны были приходиться на другие станы. А левий с ковчегом завета. Они должны были находиться под охраной всех. Вы знаете, насколько это важно? Если бы сегодня. Наши братья и сестры. Что, из которых Господь действует. Мы все сосуды. И мы хорошо это понимаем. Но как бы мы ни говорили, но тем не менее, ну не все же одинаковые. Не все одинаковые. В чем причина? Ну, конечно, первое. Бог сам распределяет как ему угодно. Это первое. Второе. Кто-то потирал, остался на обочине то, что Бог дал. Кто-то. Ну, много что можете сказать. И все-таки сегодня есть люди, на которых обращаться особое внимание. В силу их служения. И очень хотелось бы, чтобы эти люди были в центре. Мы хотим, чтобы через них мы были в центре. Вы поняли, что я говорю? Ну, это будет только тогда. Может быть, в центре. Когда мы их будем окружать со всех сторон. Молиться и поддерживать. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Почему я обратил внимание на Левия? Изумруд. Это камень драгоценный. И этот драгоценный камень, как колено священников, Бог поставил в центре. И окружил его другими станами. Интересное явление. И вы знаете, что? Это были люди, которые были особо к Богу приближены. И вы заметили, что Бог им не дал ничего практически. Ни полей, ни чего. Они должны были жить за счет десятины, которые приносили в храм. Для чего? Первое. Чтобы они могли работать полноценно. Второе. Если они плохо работали, народ был невоспитанный. Он им не давал, не кормил. Вы поняли логику? Эту колено Левию, колено священников. Вот с точки зрения нашей, если бы были к Богу приближенные люди, то надо им им больше дать, чем кому-то. Правда? Но Бог поставил их зависимыми. Люди были от них зависимы, а они были зависимы от людей. Они должны были идти как одно целое. И когда они были на месте, когда они правильно исполняли все законы Божии, а Бог был с ними. И весь народ израильский находился под покровом Господнем. Еще левиты начинали грешить. И весь народ за ними. Начинается с священников. Бог отступал. И тогда было поражение в народе. Вот насколько интересная связь, которую Бог поставил от самого начала. И поэтому, конечно, очень интересно. Когда смотришь первый стан, это был стан юга, куда входили Рувим, Шимеон и Гат. Вот драгоценные камни. Рубин, Топас и Изумруд. Рувим, Шимеон и Гат. Немножко посмотрел по своей схеме, не посмотрел сразу туда, куда надо. Это был стан, который стоял к югу. Стан в центре, это стан левее. Иуд истан стоял к востоку. Карбункул. Красного цвета. Вы помните слово Писания? «Пощетил нас восток свыше». Это говорилось о пришествии Господа. Да Иисус Христос, который родился на востоке, в земле Израилевой. Вот как Он вообще все падал до текам? Их назначение – истаны. Истан в центре. К востоку стан Иуды, Иссахар, Завулон. Значит, левий в центре, и сразу стан Иуды, Иссахара, и Завулона. Вот интересно, если даже еще разобрать их по каждому имени. Интересно. Но просто-напросто очень тяжело это делать. К северу стан Дана стоял. Дан, Ашир и Нефалим. И к западу, Ефрем, монахия, Вениамин. Вы помните, там подмена произошла. Кто-то отпал, кто-то зашел туда. И вот что интересно. К западу. Запад – это солнце заходит уже. И стоит к западу Ефрем. Эту церковь, вы помните, под крестом благословения получил. Монахия. Вы хорошо понимаете, что, с одной стороны, монахия и есть прообраз закона. И вроде закона сегодня нет. Но когда Господь обратится к своему народу, то они будут и обряды исполнять свои, и благодать они получат. Монахия и Вениамин. А Яшпис – камень соответствующий Вениамину. Вениамин переводится «сын правой руки». К западу точку ставит Христос, церковь. И с народом израильским работа будет соделана. Вы знаете, как еще интересно построено. И камни совпадают, и станы совпадают, и щиполы сюда включены в этот последний стан. Ну, какие интересные. Вениамин, как Христос действуешь ты. И Ефрем – церковь, которая сегодня и служит Господу не только в истине, но и в духе. Двойной област. Ефрем – плодовитый в двойне переводится. И сегодня, если и жальцами по закону поступали, исполняли закон, то сегодня церковь Христа имеет право не только по закону наружно, но и внутренним человеком служить Богу, потому что Бог крестит Духом Святым. Потому что он не очень интересно рассудить этими драгоценными камнями. Но я просто обзор делаю сейчас. И вы знаете, что, когда мы читаем дальше, я читаю один из текстов Писанец из книги «Откровение», 21 глава, 10-20 стихи. «И повел меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имел славу Божию, светил его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яшпису Кристалловидному». Опять Яшпис. Помните, я говорил? Иерусалим – Христос Яшпис. К западу Яшпису Кристалловидному. Он имеет большую и высокую щину. Имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока – трое ворот, с шевера – трое ворот, с юга – трое ворот, с запада – трое ворот. Щина города имеет 12 оснований, и на них имена – 12 апостолов Агнца. Говорившись со мной, имел желатую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мировую человечеству, какова мировая ангела. Счена его построена из ящвиса, а город был чистым золотым, подобен чистому стеклу. Основания щены города украшены всякими драценными камнями. Опять камни. Основания первые. Ящвис принадлежит Богу. Он есть первые основания всякого строительства. Вот насколько точно по порядку и символически расположены и имена, и камни принадлежащие. Мы просто очень много теряем, чтобы не понимаем вот этих вещей, просто-напросто не обращаем на них внимания, или разума не хватает, чтобы их посиловать. А вообще они говорят очень о многом. Основание первой ящвис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – сморак, пятое – сарданист, шестое – сардалик, седьмое – хризалик, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопраз, одиннадцатый – гиацин, двенадцатый – аметист. Опять все эти основания из драгоценных камней. Я напомню, сегодня, когда мы будем рассуждать, просто сегодня уже время наше практически кончается, но когда исследуем Писание, и видим имена этих двенадцати апостолов, и камни, которые под ними, можем найти, что соответствовало именам или апостолам какие камни. Правда, здесь будет разночтение, потому что Матфей один порядок дал апостолову призвание, а Лука дал другой порядок. Но, в общем-то, только два как-то под сомнением остаются. Остальные все точно идут. Смотрите, Петр Яшпис, ты, Петр, камень, на чем камень создан церковью, там и ощупь как ядро, на небе Яшпис, основной камень, а здесь Петр, соответственно, Яшпис Петру. Вот по этим основаниям. Андрей Сапфир, Яков Халкидон, это разноцветный камень бывает, Иоанн Смарагд, Филипп Сардоникс, Варфоломей Сардолик, Матфей, и тут стоит уже Фома. Кто из них Хризалив, очень тяжело определить. Это вот один из текстов, где не добьешься, какой камень кому принадлежит. Может, где-то есть еще третье место, но просто-напросто я его не нашел. Может, вы найдете, если это будет интересно. Фома Вирил, но и Матфей Мытар. Вот они здесь перепутались, и здесь трудно определить, что кому принадлежит. Яков Алфеев, Топас, и один и другой евангелист дают, один и тот же камень. Симон Зилот, Хрисопраз, и дальше стоит Левий, по другому чтению. Тоже трудно определить. Иуда Якулев, Гиацинт, и Шимон Канонит. Тоже вот несоответствие. Ну, Иуда Искариот, амечистом должен был быть. Но он потерял свое звание. Иуда Искариот, амечист. Но в силу того, что он очень сильно любил деньги, то он потерял свое звание. Вы помните, апостол Петр, когда говорил свою речь, то сказал, он, говорит, ну, получил жребий вместе с нами, но, но, стал предателем Христа. И очень сильное проклятие прошло. Библия говорит, когда мы Псалом читаем, что в следующем роде за этот грех Иуде все поколение было истреблено. Это был страшный грех, но предать Христа, это надо было почирать все. И Библия говорит, проклятие прежде всего оно было, да и изладится имя всех потомков его в будущем роде. Все-таки, какая страшная вещь, предательство. Я бы сегодня об этом не говорил бы, если бы и сегодня не было стукачей много, которые приходят, слушают и идут стучать. Это очень такой тяжелый случай, покуда еще живем, не смертельны, но почти смогут быть очень тяжелые. Поэтому я бы, я бы мог говорить дольше на эту тему, но просто я не имею целью, но я просто указал, что значит предательство. Я мог проведить примеры, но не хочу, потому что многие узнают о комрече, я просто не хочу этого делать на сегодняшний день. Хотя было такое явное свидетельство, когда Господь сказал, зайду, говорит, с полком, там уже все знают, что мы говорили. Моя откуда? А потом Бог говорит, говорит, тот, кому ты все рассказываешь, ну кому я могу рассказывать? И после Бога, вот будет то, приедешь, вот будет то, 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 это будет Он. Так оно и было. Поэтому это серьезные вещи. С Богом шутить нельзя. Дело Божье помешать тоже нельзя. Оно все равно совершится. Что бы ни было, кто бы что ни делал, кто бы как ни выступал, на последнюю точку, во всяком деле, ставит Господь Иисус Христос, за что благодарение Ему. Сегодня я уже буду кончать, уже почти без пятнадцати, чуть больше. Пусть Господь нас благословит. Постарайтесь переживать то, что я сегодня говорил, и действие, на это будет время и желание. Ну, на следующий раз мы будем продолжать тему в этих драгоценных камнях. Пусть Господь благословит все. Субтитры создавал DimaTorzok,